Ну что, сегодня последние штрихи. Вся мозаика, касаемо работы серверов, сегодня сложится в единую картину. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Завидую тем, кто впервые знакомится с командной строкой и докер по этому курсу. Мне пришлось прилопатить гору информации. Чаще всего, кстати, не нужно. Окончательно закрепляем понимание взаимодействия образов и контейнеров посредством их удаления и запускания. Вот все образы, которые у нас есть. Образы удаляются командой RMI, то есть Remove Image. И ID. Давайте удалим вот этот. Hello World. Не могу, говорит, удалить, потому что он используется остановленным контейнером. Логично. Если запускали контейнер, значит образ пытались использовать. Лучше предупредить. В этом я с Linux согласен. Давайте тогда удалим сначала этот контейнер. Для удаления нужен ID. Нам его тут дали. Удаляем командой RMI, Remove. Все, контейнер удален. Видите, нет его. Теперь удаляем образ. Еще раз ID образа. Все, удалили. Нет и его. Так, теперь давайте остановим FocalBoard. И попробуем запустить второй контейнер FocalBoard. Образ у нас есть. Нам нужна команда Run. Хотя нет. Давайте сначала объясню разницу между Run и Pool. А для этого давайте сначала все удалим. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Удалили вообще все, включая образ FocalBoard. Заходим на Docker Hub. Находим интересующее приложение. И тут есть команда Docker Pool. То есть загрузить образ. Забрать образ. Это название образа. Собственно, любой сервис, который вы хотите загрузить, загружается именно так. Pool. И вам просто нужно знать его название. Вот MySQL. Это, кстати, просто бомба. Вот так вот, если у вас нет на сервере MySQL, а он вам нужен, вы можете в одну команду его себе поставить. Но сейчас не об этом. В принципе, до этого мы не использовали команду Pool. Pool мы использовали Run. То есть сразу запускали контейнер. И дальше происходило следующее. Docker пытается запустить контейнер. Видит, что образа нет. Скачивает образ, используя команду Pool. Но не пишет об этом. И потом запускает контейнер. Но мне почему-то кажется, что надежнее будет сначала самому загрузить образ. Если не указан тег, то есть какая-то конкретная версия, то он скачивает последнюю. И вот теперь уже имея образ, мы можем запустить контейнер с помощью команды Run. Единственное, тут нужно добавить атрибут D. Вообще, конечно, я изначально хотел рассказать про многое. И про атрибуты, и про тома, как улучшенное средство хранения данных. И про порты. Тут в Run есть атрибут P. И прописаны порты с 8000 на 80. Хотел рассказать, как, например, поставить MySQL и запустить сервис, который требует базы данных. Ну то есть выбрать какую-то сложную задачу и попробовать ее решить с помощью Docker. Но я понял, что нет. Слишком много информации. Это надо еще уроков шесть. И поэтому этот курс я решил сделать базовым. И по командной строке, и по Docker. Так что там и там есть про что рассказать еще. Поэтому посмотрим на реакцию, на количество просмотров и лайков, и, может быть, сделаю продолжение. Уже чуть более углублен. Поэтому сейчас без конкретики команда Run с Docker Hub работает. Чаще всего ее просто нужно вставить, и это применимо к любому сервису. Но лучше добавить атрибут D. Так будет проще. Итак, у нас тут работающий контейнер вот с таким вот ID. И остановленный контейнер вот с таким вот ID. И то, и другое — это Focalboard. Но если вы сейчас заведете пользователя и откроете доску, вся эта информация будет сохранена вот в этом контейнере. Если вы его остановите и запустите тот первый контейнер, информации о пользователе и о заведенной доске там не будет. Но если вы начнете его использовать, информации оттуда не будет здесь. Их вообще можно переключать, хотя не знаю, когда это может пригодиться. Поэтому лучше лишний контейнер удалить и пользоваться одним. То есть если вам нужно завести сервер и поставить на него какое-то одно приложение, список контейнеров должен быть таким. Ubuntu отсюда тоже надо было удалить, чтобы не мешался. Ну и напоследок, чтобы уж закончить с установкой приложения на собственный сервер, привяжем домен. Предполагается, что домен у вас есть. Сначала надо понять, если вы не знаете, где центр управления доменом. Это можно понять по нейм-серверам. У меня домен смотрит на хостинг, значит, управляется он у хостера. По доменам у меня есть полный курс, ссылка в описании. Поэтому подробно рассказывать не буду. Сам домен у меня смотрит на сайт, а для FocalBoard я заведу под домен. Пусть будет докер. И поэтому под домену нужно прописать а-запись на сервер. То есть добавить IP-адрес сервера. А вот такой он у меня. Все. Через 15 минут заходим на docker.svelte.ru и попадаем на принадлежащий вам и только вам фокал-борд. А вот устал, поеду в отпуск. Но курс получился замечательный. Базовый, но для базового очень хороший. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Я старался. Подписывайтесь на канал. Делитесь курсом со всеми, кто хотел бы попробовать администрирование серверов, но не решался. Мне кажется, это может вдохновить, когда вы с нуля за час получаете достаточный объем знаний для установки практически любого приложения на собственный сервер. Ну и любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов. И Теплица социальных технологий.